приветствую вас друзья интересный ножик хочу показать дали на заточку и пользуюсь случаем пощупал посмотрел нож этот я так понимаю от российских производителей то есть российский дизайн выполняется на китайских мощностях и вроде контора та же самая что стил клоу как называется если честно не помню потом в описании в названии видео скажу уж извините сейчас времени нет искать гуглить сейчас уже на почту понесу обратно отсылать что интересно в этом ноже ну во-первых сразу товарищ который мне его прислал говорит ну как долго типа мучился его открывать на самом деле нет почему нет потому что здесь хитрая система открывания но она известна всем кто сталкивался в детстве с закромом так называемым то есть с ножами которые выполнялись на зоне то есть вот так вот видно фиг его откроешь открывается он вот так вот видите замков никаких не видать внутри но не буду вас сильно томить открывается он вот сдвигом попробую сейчас показать поближе вот сдвигом вот так вот рукояти в сторону вот ну и давайте посмотрим на него уже вот так и хотел бы сделать какую интригу но я думаю на видео как раз название видео я напишу что это такое это складная версия ножа нр-40 ножа разведчика то есть того самого ножа который великого отечественного был у солдат советской армии и я так понимаю он больше даже по клинку на финку нквд чем-то смахивает конечно не полностью потому что здесь спуск от обуха но вот именно вот этот вот вот эта форма повторяющая гарду вот этот долл и в принципе сама рукоять ну абрис отдельно какими-то чертами все-таки похож пока напоминает сталь здесь 9 chrome 18 мв что конкретно про сталь сказать ну то есть понятно я буду сейчас говорить с позиции стоит ли покупать такой ножик во первых если вы лишь левша не стоит однозначно почему потому что левой рукой его достать ну достаточно проблематично открывать то есть если правой рукой или здесь без проблем сдвигают уплажку левой рукой мне ее сдвигать короче никак только если вот так понятно что это извращение может если закрыть то еще смогу вот открыть уже бесполезно то есть это абсолютно под правшую нож даже учитывая то что здесь клипса переставная смысла в ней нет именно из-за того что левой рукой им пользоваться невозможно только если правой открыть потом переложить в левую я левша поэтому это явно не мой вариант это первое второе после переточки передачил я его на 36 примерно градусов вот видим подводик помните тут у кого после переточки этот ножик стал сведение где-то наверное ну не знаю наверное миллиметр уже то есть такое достаточно большое сведение конечно не мешает ему резать потому что угол не такой большой режет сами видите без проблем но стоит понимать что это уже не такой уж и резак то есть на кармане конечно круто в том смысле что он неубиваемый и можно грубо говоря люки теперь отжимать кстати насчет неубиваемости люфтов ни продольных ни поперечных нет то есть в этом плане нож собран очень качественно рукоять здесь g10 по качеству самой стали и могу сказать только по заточке потому что его не использовал сталь достаточно достаточно твердая точился он не сказать что очень легко с другой стороны заусенец образовал образовывался заусенец достаточно вязкий поэтому сталь вязкая при этом твердая это хорошо во всем остальном но никаких зазоров заусенцев на нем не вижу никаких огрехов в исполнении в принципе если вы правша то я думаю маст хэв то есть можно нож брать использовать не буду затягивать видео у меня вот смотрю батарейка мигает садится поэтому думаю вы поняли услышали мысль которую я хотел донести на этом прощаюсь с вами ждите следующих видео не болейте